Вот кто? Кул Стори, да, до 200 идёт с 10 очками. У меня 9. Если бы я вот эту партию выиграл, у меня было бы 11. И я бы его уже обходил. И играем с Кинг Кондором. Это стриминг, кстати. Сильный соперник, стримит. Берсерк, я думаю, брать не будет. Поэтому я тоже брать не буду. Ну, блин, 5 плюс 2. Ну, 5 плюс 2. Очень интересный канал у него. Родненький, ну что за контроль. Я, правда, сейчас скажу, что на шахматы редко захожу. Мы же не в живые шахматы играем. В куратуру кустом. Так, давайте чатик посмотрим. Николай, Николай. Ла-ла-ли-ла-ли-ла-лай. Коля, как фильм-то? Я в турнире, да. Может быть, я тут поспешил. Недобор Дмитриев. Дмитриев давно не было. Так, резко перешел в атаку. Курсор трясется от того, что руки трясутся. От страха. Не, Коля не зазвездился после фильма, но... Работа, настроение, разные дела, много мыслей как-то. И все вроде хочется, хочется, но... Часто лень, честно скажу. Иногда думаешь, блин, ну вот как там, стараешься, делаешь... Ну, вроде заглушили, да? Даже лайков нет. Не знаю, как-то он не последовательно сыграл. По идее, надо было готовить длинную рокировку. И ты здесь вот так, стримишь, стараешься. Ванда, ребят, я понятно. Безусловно, всегда рад видеть. Всех вот, можно сказать, да... Поскольку не то, что постоянников, да, гвардейцев, как я уже говорил, гвардейцев клуба. Которые... 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 Которые постоянно приходят на стримы. Руслан, Сергей из Челябинска, все Дмитрия, Алекс Росси. Это не всегда очень приятно сидеть, общаться, рассказывать. Но как-то в целом, да, иногда есть какая-то такая грусть, русская, какая-то депрессия. Из-за того, что... Ну, реально, тратишь столько времени там, да, на создание контента, на популяризацию шахмат. А понимаешь, что если бы ты просто брал велик и работал бы в Delivery вместе... Зря я, чувак, аня вы. С ребятами, да. Ну, давай так, гуляем. С казахами, с киргизами, потому что они в основном работают. Но не знаю, работают все. Даю, конечно, мы возьмем. Не важно, кто работает, кто работает, кто работает, кто нет, кто зарабатывал больше. Но там-то надо просто крутить педали. То есть, мне кажется, там работа просто, что говорят, то складочку, да, но сиди крути педали. А тут надо свести, смонтировать, что-то сделать. Как-то постараться придумать название, проверить. В общем, тут мы заблокируем. Не знаю, вряд ли он начнет такие движения. Немножко депрессивные мысли. И начал в последнее время все никак не мог себя заставить стримить. Даже сейчас куда-то сюда шла. Ну, надо подумать. И думаю, все сейчас запущу, а потом... А, и это. Вот. 50 рублей пришло. Немножко позиция, конечно. А, моего хорошего друга Исаева Дмитрия. Ну, шло он однозначно играет сюда. Седого игрока. Популяризатора шахмат в МПГУ. Он популяризует шахматы. Кстати, из его университета вот играет Дима Дедова. Большое ему спасибо за поддержку. Очень приятно, что Дмитрий зашел и поддержал. Засмотрелся там на пальцах. Я стараюсь принимать участие в каждой Бундеслиге. Так только надо убрать. Пожертвовать или не надо? Или пожертвовать? Взяли. Что дальше? Сюда-сюда. Ну, то есть, как бы, наверное, жертва не проходит. Вот если слоном, то она проходит. Он не взял пешку. Вы посмотрите, что... Че делает, что-то? Вот в Бундеслиге я стараюсь играть... Представляете, я зимнул пешку. Просто на пешку я зимнул. То есть, он сейчас мог смело ее взять. Вот всегда я вижу там Алиса, Руси, Чепкова. Заплакал горючими слезами. Руслана, Арахорна, Джонни, который Евгений Пегов. И ты приходишь и думаешь, блин, вот с пацанами, с пацанами сидим, рубимся. Какой же кайф. Просто разревелся бы. Но он не заметил пешку. Наверное, все-таки жертвовать рано. Не хватает там бойцов. Так, ну что? Теперь перенастраиваемся. То есть, тут позиция у нас глухая теперь. Хочу так и так пойти. Так пошел, чтобы взять этот холик в контроль. Он оттуда уходит. Как будто предлагает мне пожертвовать. Вопрос только коня или слона. Да не, наверное, надо слона жертвовать. Не знаю. Давайте, чтобы повеселее было скинг Хонда. А вот это интересно. Займем туда фигуру. И будем разбираться, как в Бундеслиге обычно мы делаем. Кстати, рейтинг уронил до турнира. Был 2057. А сейчас, да, но обидно. А вот там 2300 не обидно проиграть. Потому что ты понимаешь, что... Он хочет потом туда конем залить. То есть, рейтинг это показатель силы. Но две партии слить игрокам 1900, потому что ты берешь Берсерк и занимаешься какой-то ерундой, но это неправильно. Да, я все понимаю. Может быть, очень больно. Клубный турнир пора делать, Николай. Да, я согласен, Руслан, пора. Наш клуб по братьям Black Dragon также уверенно подойдет. Ну, я надеюсь, да, ребята... Так, что-то я как-то... Руслан, не играй. И это... Вроде к нам неплохо относится. Не, я понимаю, Сергей, да, что люди... Я сам... Вот я вечером там перед сном открываю YouTube и думаю, ну вот максимум есть полчасика. Хочется и обзор локомотива посмотреть, и какие-то там UFC. Потом мне начинают рекомендации по шахматам. Там Витик выложил, Власов выложил. Туда-сюда. Какие-то еще ролики интересные видишь. Тот прикол этот. Накамура, Ниман. Другие интересы. Не хочу ремонт. Не ремонт. Фокусы. То-се. И ты понимаешь, какие полчаса... Получаса... Получасти идет речь, да. Невозможно смотреть. Я согласен. Но... Но смотреть-то надо. Смотреть-то надо. При том, что есть выбор. То есть, да, например, я считаю, что... Это же хайлайты. То есть, это очень удобный формат. Я же не иду там смотреть весь матч локомотива. Я открываю обзор. А тут, например, да, есть какой-нибудь там вторник. Вторник. И вот сыграл Витик Бортник. Ну, посмотрите. А что, нет? Плохо разве? Да неплохо. Партия уже готовая. Можно сказать, хайлайт. Лучшая нарезка. Ну, в общем, это мое мнение, да. Раз увидел нового стримера ООО. Прикольный австралиец. Ну-ка потом его посмотрю или еще что-то. Ну, не знаю. Мне кажется, должно быть больше резонанса, как минимум, в просмотрах, не говоря уже о чем-либо другом. Так, ну, давайте взял. Бред. Да, бред несу. Надо было коня сначала взять. С нападением на ферзя. Ну, конечно, берешь коня с нападением на ферзя, берешь слона. А сейчас, если он возьмет коня, ты сюда пошел. Но он там не выживет. Но зачем эти приключения? На этот ход сюда. У него, может быть, какой-то отскок будет. Вряд ли. Кинг Кондор. Такой серьезный дядя. Я смотрел его стримы. Так, ну, сюда, наверное, да? Куда? Что делать? Или сюда? Наверное, сюда, чтобы пешка не провисала. Неинтересно. Я эту ладью тогда перегорашиваю. Пешка вот эта. Потому что он хочет отпрыгнуть, я бы вернул слона, и он бы сюда съел. А если он сейчас отпрыгнет, я просто верну слона. Что, дай вот сюда. А, он все-таки спасает, да, фигуру. Ну, давайте я тоже фигуру спасу. Не меняется. Но его право. Так, полез. Куда? За пешкой. За пешкой мы можем просто убрать куда-то слона. Пешка будет защищена, да? Ага. Ага. А куда слона убрать? Ну, давайте сюда уберем. Пешку защитили вроде бы. Артур Янтурин смотрит, комментирует. Боремся, боремся. Да, до 2900, конечно, будет обидно, если не хватит именно двух очков до призового места. Можно будет локти кусать. Так, если я отхожу сюда, он эту пешку съедает, да? Съедает меня. Он съедает эту пешку. А сюда я не могу отойти. Так, если я так, он сюда. Он сюда. Давайте так попробуем. Не знаю, насколько это правильно. Он берет сюда, я беру сюда, и потом сюда съедаю. Этой пешкой брать он не может, у него кони висит. Собраться под... Все, думаем, 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 ребята, думаем. Да, Матвей меня, конечно, подкосил. Сюда, Матвей, да? Зачем? Зачем? Ну, надо брать. Идем туда. И сюда. Тут идея у него какая. Вот сюда. Да, ну, теперь мы берем вот так. Если он берет, то я его хочу... А, брать не могу. Сюда он. Сюда он. О, как тонко. Тонко. Пока так надо. Вот, он так не хочет. Ну, что, сюда. Так, времени мало. Очень неприятно. Ходим сюда, да? Найти. Он может пешку оттяпать. Так. Хотя пешку опасно оттяпать. У меня отпрыгивает куда-то слон, но нет, тогда шаг будет. Ходя, если шаг дать. Сюда, тогда он шланг не может закрыть. И вот так. Вот так. Наверное. Ой! Ой, блин, баран, а! Да, да? Ой! Соболись, уже цветнот обоюдный. Уже обоюдный цветнот. Начинаем шлепать. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не надо так сыграть, а? Напал. Заехал. Не надо так сыграть. Сюда. Взял. Так. Вперёд хочу. Не знаю, что хочу пока. Флаг, забыл. Спасибо, Кинг-Кондору за игру, но вот так вот иногда просто-просто шлёпать, да? И вот смотрим опять сюда, да? Два. Ой, блин. Раз-доль. Раз-раз. Но обыгрываем 2-300. Ну, понятно, что он флаг уронил, позиция ничейная. Игрок, он сильный, скорее всего, бы переиграл. Ну, проигрывать 1958, причём, я говорю... Я про время вообще забыл. Но ты не бери, Берсерк, не ведись на это. Ну, потрать на 5 минут больше. Но вероятность то, что ты выиграешь, и получишь заветные очки, которые так важны. Бредко. Я там просто выигрывал. Я ловил ферзя, в смысле, вилку ставил, и всё. Между этого какой-то бред сыграл. И потом забыл про время. Ларис, ты мне шуми, когда времени мало. То я что-то рассеял сегодня. Руслан Геев и Сергей обсуждают UFC. Так, ну чё, ничего не начинается? Мы там не висим, случайно? Кстати, с KingCondor можно сделать будет нарезку. Да, ну сколько я потерял? Вот здесь 2 очка, и вот здесь 2 очка. 4 очка, 15 очков. То есть вот.